На проспекте Калинина, практически напротив районной администрации, загорелся автомобиль Киа. Возгорание произошло сразу после столкновения Киа со впереди стоящим для поворота Логаном. В этом ЧП, сообщают сотрудники ГИБДД, обошлось без жертв. 15-й километр автодороги по Чиноку-Домле в Удомельском районе области. 75-летний водитель, управляя автомашиной «Москвич», вывел автомобиль на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Киа под управлением мужчины 2003 года рождения. В результате столкновения водитель «Москвича» погиб. День 27 января отмечен в нашей стране героической датой. 78-я годовщина окончательного снятия блокады с осажденного немецко-фашистскими захватчиками героического Ленинграда. Считаем, что это действительно очень памятная для всей нашей страны дата. Наверное, до сих пор до конца не оцененная. И подвиг героев 900 дней, которые защищали свой родной город, это, конечно, для всех является мерилом настоящего мужества, стойкости и доблести русского, советского народа. В канун памятной даты на очередном заседании клуба «Ты помнишь, товарищ», где присутствовали ветераны, пережившие блокаду, состоялось еще одно важное событие. Наши землячки Галине Алексеевне Малышевой вручили медаль ее отца-фронтовика Алексея Филипповича Попова. Наградной лист о награждении Алексея Попова медалью «За отвагу» датирован апрелем 1945 года. Но медаль затерялась. И вот спустя десятилетия, благодаря военкомату Тверской области, награда нашла героя. Мы очень благодарны за это. Очень благодарны сотрудникам военкомата за то, что награда нашла своего героя. Рядовой Алексей Попов пошел на фронт в самом начале войны. Был тяжело ранен. После излечения продолжил военную службу во взводе охраны авиасклада 15-й воздушной армии. Сам Попов Алексей Филиппович воевал в 16-й воздушной армии, в батальоне охраны. Он мужественно проводил все свои воинские, как говорится, обязанности, будучи солдатом в годы войны. Потому что солдату саму тяжело на войне. Им все достается. Несмотря на тяжелые ранения, Попов лично в 1945 году разгрузил и погрузил 98 тонн авиабоеприпасов. Командование 15-й воздушной армии сочло рядового Попова достойным награды – медали за отвагу. Сам фронтовик Попов ее так и не увидел. Но в семье сохранится память о подвиге отца, деда и прадеда. В этот день на заседании клуба были приглашены не только ветераны, но и студенты колледжа. Молодежь должна знать о героических страницах своей отчизны и людях, отстоявших независимость Родины. Это событие мы отмечаем практически каждый год. С тем, чтобы наше подрастающее поколение, молодежь, знали, помнили и сохраняли в своей памяти те события героического прошлого, которые влияют на многие стороны жизни нашего российского народа. И то, что мы привлекаем на эти заседания молодежь, оно является одним из основных направлений работы клуба «Ты помнишь, товарищ». КОНЕЦ